Вот у меня есть рекординг, а вы можете тоже, если хотите, включить, Александр. Вот. Включайте свой. Включаю. Сейчас, секунду. Да, включил. Вот. Значит, возвращаясь к нашему старому разговору, надо в двух словах ввести. Значит, мы говорили, что в период карантина в экономике есть два сектора. Сектор А – это еда, медицина, жилье, интернет и прочее. Мы расширяли этот список, у меня где-то он и расширенный есть. И сектор Б, который свернется, это туризм, самолеты, поезда, гостиницы, рестораны и прочее, а также и производство, например, производство автомобилей. И вопрос был, может ли экономика существовать в условиях полного закрытия сектора Б. И мы пришли к выводу, и мы рассмотрели двухсекторную экономику, когда, допустим, производится только хлеб и одежда, а там в карантин одежда закроется. И рассмотрели баланс этой экономики, когда на 20 тысяч хлеба производится, там экспорт и потребление и все такое прочее. Короче, хлебороб. Я только очень-очень быстро… Это не важно, это идет запись, по крайней мере у меня запись идет. Значит, мы рассмотрели экономику, в которой два производственных сектора, хлеб и одежда, там условно хлеборобие и портной или хлебопек, а также государственный работник, учитель и пенсионер. И все они прекрасно входят в баланс, если 40% налога. И тогда хватает и учителю, если бруто 10 тысяч в месяц хлеборобие и портной, то и учителя получается столько же 10 тысяч, там 2 тысячи у пенсионера. И дальше мы рассмотрели, а что будет, если второй сектор закроется из-за кризиса, из-за карантина. Допустим, портной полностью перестал производить, его доход стал равен нулю. Мы пришли к балансу, что если у хлебороба хлебопека вместо 40% сделать 70% налог, то этих денег, и учителя тоже, соответственно, будет 70%. Этих денег хватит, чтобы поддержать полностью учителя и пенсионера, и портного. И самое главное требование, которое здесь выполнено, оно очень важное, чтобы потребление той отрасли, которая осталась, в данном случае потребление хлеба, полностью сохранилось, не ужималось. Потому что если оно начнет ужиматься, то и хлебопроизводство пойдет в кризис, и кризис не управляем. И мы вот сделали расклад, вот при 70% оно все работает, там даже пенсионеру на сбережения, как вы истинно сказали. А теперь я сделал один шаг вперед, посмотреть, иногда бывает, что пенсионеры большую долю имеют. И вот я такие примерчики встал смотреть. А, вот это наш пример, который уже был. Просто цветные... Да, и тут более правильно пенсионера, когда не будет одежды, вот этот лишний, а тысяча ему на сбережения пойдет. Вот, это голопом по Европам. Но, Александр, как раз вот здесь мы остановились, вы можете что-то сказать, потому что слишком быстро, я боюсь, я скакал. А здесь уже можно остановиться и свести все немножко. Да, у пенсионера, конечно, появились все сбережения и прочее. Но смотрите, сбережения у портного, и у портного вообще исчезли. Нет, портной безработный, мы, к сожалению, говорим, что безработных... Мы единственное, мы очень-очень хотим, чтобы их потребление производящего сектора сохранилось полностью. Вот хлеба, чтобы как два он кушал. И я еще хочу напомнить, хлебопек или там учитель, это абстрактное название, это общее название для всего сектора, который остался. А учитель, это общее название для всего государственного сектора. Который получает от государства все доходы. Да. И мы, кстати, рассмотрели немножко более тяжелую ситуацию, но она близка к реальной, что государственный сектор от кризиса не пострадал. Что учитель остался полностью работающим. Ну, я не знаю, может кто-то критиковать. А какие государственные работники? Это их не так и много осталось. Достаточно много вообще, это довольно приличный сектор. Ну, кто? Какие профессии стали безработными в результате карантин? А какие стали безработными? Вот я хотел спросить. Это защитная часть тех же учителей. Сейчас, одну секунду. Аарон, я... Сейчас, а почему... Сейчас, more. А сейчас... Я пытаюсь Аарону дать разрешение на запись. Я его вообще не вижу. Нет, Аарон появился. Появился Аарон. Значит, у меня... Аарон? Он как-то частично... А, да, появился. Он еще не подключил свое аудио. Что-то у него... Аарон, вы нас... Ну, появится. О! А... Аарон, отключите... Аарон, выключите. У вас звук нарушен. Вам придется его полностью отключить и снова включить. Может, заработает. У меня иногда тоже такое бывает. Аарон... 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 Все-таки я... Мне кажется, учителя, они, если наладить по Зуму обучение... И в маленьких группах, там даже спрос на учителей может оказаться больше, чем в мирное время. Может быть, работники детских садов. Разве что. Ну, да. Сейчас вы знаете про это. Ну, вот все это. А, кто еще, я даже не знаю. А остальные все... То есть, страдает, в общем-то, то, что мы перечисляли. Это развлечения и прочее. И индустрии, там, типа автомобильные могут пострадать. Вот. Это, значит, такой баланс. И... Но в основном, скажем, автомобили, в основном из-за спроса. Да-да-да, конечно. Не потому, что их там принципиальные проблемы производить. Совершенно верно. Из-за того, что падает спрос. Вообще, спрос на многие вещи длительного пользования может упасть в этот период времени. Вот, Аарон появился, но еще опять не полностью. Ладно. Почему не полностью? О, уже сейчас. А вот сейчас нормально. Сейчас нормально. Сейчас уже нормально. Я... И все-таки у Аарона нет права. Только я ко-костом могу вас сделать, Аарон. Хорошо. Есть возможность сделать запись. Включить запись. Я не знаю. Ну, в крайнем случае, наше с Александром хватит. У вас в прошлый раз была проблема с этим. И сейчас тоже есть. Все. Бог с ним. Двух записей. Значит, Аарон, мы вернулись к той табличке, что я делал. Вот это в цветном виде та табличка, которая была в конце нашего разговора предыдущего по экономике. Вы видите мой слайд, да? Да, да, вижу. Конечно. Значит, я поправил. У пенсионера, конечно, тысяча. Будет сбережения идти, а не на одежду. И вот тут мы можем буквально полминуты вместе вспомнить. Я пойду на следующий слайд, когда пенсионер составляет большую долю. То есть, в мирное время налоги несколько выше. Можно продвигаться, да? Да, да. Сейчас попробуем. Значит, что такое? Сейчас я вот думаю, с какого мне начать? Нет, это не то. Вот, к примеру, вариант, когда все пенсионеры... Это же у нас такой обобщенный пенсионер. Это не обязательно, что один пенсионер пять тысяч будет получать. Хотя и такая ситуация возможна. Или там их двое, например, под виской. Но пенсионер у нас будет пять тысяч получать. Чтобы в мирное время, чтобы учителю дать десять тысяч, пенсионеру пять тысяч, то налог приходится довести до пятидесяти процентов. И я вам должен сказать, что в обычное время, если мы возьмем все социальные отчисления, отчисления в пенсионные фонды, которые не только с брута работника, а еще и с работодателя берут, то, по-моему, и сегодня это больше пятидесяти процентов. Ну, порядок такой, да, наверное. Так что пятьдесят процентов смело можем писать. Там, насколько я знаю, налоги составляют больше десяти процентов на сумму свыше до семнадцати тысяч. Александр, я о другом говорю. Я говорю, налоги плюс социальные отчисления и плюс пенсионные фонды, это больше половины и у людей, которые скромны, у которых среднюю заходу. Ну, нет, наверное, все-таки какая-то грань выше двенадцати сколько-то. Ну, неважно, хорошо. Давайте в среднем возьмем 50 процентов и посмотрим, что происходит. Ну, в данной ситуации, если пенсионеру дать пять тысяч, вы ничего не сделаете, кроме того, как пять тысяч налог вы должны снять. Я про мирное время говорю. Просто никакой другой возможности нет. Если там учителя, если государственные служащие, допустим, треть всех занятых составляют, к примеру, что довольно реально. Учитывая всех полицейских, военных, медработников, преподавателей и так далее, запросто треть. Чиновники, извиняюсь. Чиновники тоже. Вот. Так что тут 50 процентов. И когда идет кризис, когда портной обнуляет свое производство, хлебопеку приходится уже 75 процентов налог давать. Чтобы сохранить пенсионеру его... Нет, даже пенсионеру нельзя сохранить. Пенсионеру сохранятся сбережения и хлеб. То есть, то, что он не тратил на тот сектор, который закрылся. То можно свести, можно свести. Немножко нехорошо получается в этой ситуации, что пенсионер получает больше, чем работающий. У пенсионера три, а у работающего два с половиной. Ну, можно сказать, действительно, что пенсионеры это обобщенных, на самом деле просто есть больше одного. Нет, пенсионеры как раз это не обобщенные пенсионеры. Это именно те группы, большая часть которых составляет именно пенсионеры. Ну, да. Нет, я имею в виду, что это... Либо доход одного пенсионера составил три тысячи, либо их больше, там, на одного чуть меньше. Мы как бы их в целом берем. Вот. Но это сложный вариант, видите. Тем не менее, на сбережения еще останется... А! Ну, и тут в мирное время сбережений чуть меньше, чем в предыдущей схеме. Ну, на сбережения даже еще хлебопеку. Полтысячи останется. Ну, тут еще какие-то другие варианты. Альтернативные я смотрел. Что если... Что если мы попросим, чтобы у них всех одинаково оставалось после налогов? Так получается 2,66. Можно так устроить, чтобы 2,66 оставалось либо опеку, и учителю, и пенсионеру. Ну, портному меньше. Он безработный, безработный. Самый бедный. Скорее. Вот это такой скромный. Тогда 73%. Ну, вот такой общий вывод, что экономика... Общий вывод у меня такой. Вот попробуйте со мной поспорить. Вот это... Тут я бы хотел, чтобы со мной поспорили. Что можно... Представляется или кажется, что можно установить такой налог, чтобы потребление оставшегося сектора, работающего сектора, полностью сохранилось у всех слоев населения. Это самая главная цель. Чтобы работающий сектор не был подавлен. Ну, вот. Вроде бы можно, надо согласиться только что. Высокий налог придется заходить. Угу. 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 Ну, сейчас одну минуту. Вам какой слайд хочется рассматривать? Этот, да? Пока этот, да. Ну, давайте, да. На нем побудем. Грубо говоря, ситуация с клибопеками и учителями, она практически идентична, правильно? Ну да, тут принцип справедливости, что все, кто работают, они в одинаковых условиях остаются. Я бы уточнил, вот в каком плане. У нас есть сектора экономики, которые оказывают услуги, что называется здесь и сейчас, словно говоря, общепит. Индустрия услуг. Да? Индустрия услуг. То есть вы хотите разделить на товары и услуги? Нет, нет, совершенно не для этого, не для того, чтобы выделить. Она, кстати, пострадала больше всего в результате кризиса. Ну, то есть мы считаем, что она пострадала больше всего. Это сектор Б, у нас это портной. Это просто, давайте говорить, не будем услугами называть, будем говорить сектор А и сектор Б. А это который продолжает полноценно работать, Б это который закрылся. Давайте вот так, даже так, очень крайним образом. Вот есть те, кто продолжает работать, есть те, кто закрылся. Я хотел бы уточнить просто для понимания. У нас есть большое количество людей, которые продолжают. Метоплот, условно говоря. И всякие в больницах, как они называются. Ну, которые ниже категории, чем медсестры. Ну, хорошо. Это учитель. Их зарплата, как будет с налогообложением их зарплата? Подождите, подождите. Их зарплата низкая. Подождите, подождите. У меня есть средняя зарплата и средняя зарплата в этой категории. Здесь еще остается, как делать средние, иначе мы не можем. Иначе мы должны, так сказать, рассматривать каждый человек индивидуально. Подождите, Аарон, у меня, мне кажется, есть ответ на ваш вопрос. В этой категории все зарплаты сохранятся. И налоги станут общими. Ну, я говорю о среднем налоге. Это не влияет. Это из категории государственных служащих или производственных служащих. Мы говорим, вот такая средняя зарплата и такой средний налог. Вы хотите спросить, как их дифференцировать внутри? Это отдельная тема. Я бы ее открыл отдельно. Нет, я хотел спросить, для чего они будут продолжать работать, если с них будет удерживать 50% налога. Их зарплата и так низкая. В то же время их работа нужна, ну, то есть, как работа инсталлятора, извините. Как работа... Аарон, я не сказал, что с них будет 50%. А, нет, не будет. Я сказал, что средний налог будет 50%. А, средний налог. Хорошо. Или со среднего работающего налога. В таком виде это принимается. Хорошо. Хорошо. А вы очень важный вопрос, Аарон, поднимаете. И он звучит так. Это еще одно ограничение в нашу систему. Что тот, кто был низкооплачиваемый, после налога его доход должен быть выше, чем у безработного. Если будем говорить безработным... Конечно. Я именно это имел в виду. Совершенно верно. Это да. Я именно к этому веду. Я именно к этому веду. Аарон, вы знаете, что в Америке две трети, те, кто сейчас получал вот эти вот самые пособия, у них доходы больше стали? Я знаю. Вот эту проблему уже и Миша, вот с которым мы говорили, Миша Черкасский, да? Я уже не помню, кто со мной говорил с Мишей Черкасским? Аарон или Александр? Александр, я думаю. Я говорил. Да. Вот Миша приводил как раз про Америку этот пример. Ну и вы, наверное, по своим источникам. Знаете? Иш. Ну, большая проблема. Это действительно большая проблема. Это надо думать, как говорится, как правильно это сбалансировать. Открытый вопрос. Предлагаю его развернуть. Очень трудно его развернуть. Онлайн нужно еще одну табличку, чтобы кто-то сочинил. Или доказал, что нельзя, или показал, как можно. Нет. Это нужно. Это очень нужно. Я не говорю, что нельзя. Я просто предлагаю... Категория не нельзя. Или можно. Категория нужно. То есть, просто нужно такое делать. Надо, чтобы так было. А возможно ли свести с этим баланс? Можно это в смысле... А можно ли так это распределить? Деньги, чтобы это требование выполнилось. И может быть можно, но я думаю, что над этим надо посидеть. Я бы предложил оставить это как важный, открытый вопрос для следующего раза. Хорошо. Хорошо. Аарон умеет быстро заметки делать. Я хотел бы просто уточнить, что если, то есть, возможно, это приведет к переоценке стоимости товара, рабочая сила в некоторых профессиях. Вот. Аарон, давайте подготовим. Эту дискуссию надо... Хорошо. Обязательно. Я просто... Мы просто в прошлый раз обсуждали, какие группы поддержки могут быть. Вот вам группа поддержки. В смысле группы? Те люди, которые хотят и будут продолжать работать, и которые хотят, возможно, получать более высокую зарплату за свой труд. Условные метапелли... Нужно быть стимул... Нужно быть стимул зарабатывать. А хорошо, а если мы скажем, что это, вообще говоря, временные ситуации, и вообще, говоря, что все вернется на, так сказать, к нормальному состоянию, через какое-то время, вам нужно просто потерпеть вот это вот... Вот это время. Так, подождите, Александр, я хочу понять, что вы вкладываете потерпеть. Значит, работающие должны работать и платить высокие налоги, да? Какое-то время. Те, кто... Ну, это понятно. Те, кто не работает, нам хочется устроить так, чтобы у них доход был несколько меньше, чем у работающих. Нам очень важный баланс надо сохранить и проверить. Я понимаю, что... Сейчас только фразу... Да, дайте фразу кончить. Чтобы у них было несколько меньше, чем у работающих, но при этом их покупательная способность на товары группы А, продукцию сектора А, сохранилась, чтобы в секторе А не произошел спад из-за того, что они не могут покупать теперь достаточно хлеба в нашей терминалове. Это нужно домашнее задание. Предлагаю посидеть над домашним заданием, мы вот в офлайне можем обменяться и составить... Возможно, или это такую таблицу составить, или, возможно, нарисовать такое, что показать, вот видите, это нельзя. Нельзя, и поэтому мы можем прийти к очень важному выводу, что, смотрите, в такой ситуации рынок перестает работать, и никуда не деться, надо переходить на карточку, например. Я бы очень хотел, чтобы этого не было. Но, может, кто-то нам докажет, что при определенном соотношении ничего другого не получится. Ну, а это домашнее задание больше. Александр, как главный специалист по Германии, во время Первой мировой войны, ведь Германия первая перешла на карточки, да? В общем-то, да. Во время Первой мировой войны. Про Первую, да. Про Первую, кстати, вот, что я читал, там ситуация была в какой-то себе даже хуже, чем во Вторую, ну, если не считать последнего года, точнее, последнего полугода войны. Вот. То в Первой была ситуация даже намного хуже. У них экономика упала в общей сложности. У них буквально в какой-то момент, то есть у них питались брюквы. Да, да, я помню все эти истории про, что что-то там делалось, что-то совершенно невразумительное из брюквы, я не помню какие-то. Брюква это была, насколько я понял, у них проблема, что, так сказать, что они, что считалось, что, так сказать, просто требует армия превыше всего, поэтому все, что можно было выжить из экономики, взять, они выжимали. Кто в наименьшей степени был способен сопротивляться этому, это были фермеры, по понятным причинам. В итоге производство сельскохозяйства резко упало. Брюква это была, это был корм скоту. Нет, я помню, из нее что-то делали, что-то совершенно, ну, по контрасту совершенно. А, да, и поэтому ее использовали за неимением хлеба и прочих продуктов. Да, да, что-то такое. Вот, ее поэтому взяли вот из корма скота и его, так сказать, использовали в качестве еды. Ну, вот. А сельское хозяйство, я не помню, они просто за счет налогов, типа продразверстки ввели? Да. Ну, условные продразверстки. Да, 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 они условные продразверстки, но плюс ко всему фермеры не получали удобрения. У них забирали лошадей, как основной транспорт. Да, да, да. Если учесть, что даже во втором мировой влоз был основным источником способа передвижения, то первое, это понятно. У них фиксировали цены на сельскохозяйственные продукты. Я прошу прощения. Я предлагаю, чтобы Александр сделал в один из следующих встреч коротенький доклад про Германию, Первой мировой войны, как не надо делать. Аарон, я попробую с вами чуть-чуть спорить, в смысле не надо делать. Потому что когда страна стоит перед выбором гибели, ей приходится из производственного сектора забирать ресурсы, которые для него были жизненно необходимы. Да, но там были какие-то, как они называются, системные ошибки. Системные ошибки. Может быть, но давайте на общем таком. Представляете, что страна напряглась, если фронту не выдать какое-то количество людей и лошадей, то просто погибнем, просто проиграем войну и для них это представляется как гибель. Приходится брать то необходимое, что уже есть. Это и в животном мире такое есть, когда организм на грани гибели, он может за счет каких-то своих органов терять, чтобы спасти там мозг, например. Я понял, Диана. Разрешите мне все-таки переключить, потому что я чувствую немножечко опасность, это вот крена нашего разговора. Я наоборот хочу защищать вот какую позицию. Поскольку сектор А полностью работает, продукция сектора А для общества, вот в условиях карантина, она может быть полностью обеспечена и нет причин опасаться вот таких тяжелых катаклизмов, как было там в Германии, Первую мировую войну. Я хочу попытаться защитить именно эту позицию. Показать, что рынок может нормально работать при правильном управлении налогами. А если нет, то давайте вместе искать контрпримеры. Уходить в области, где ситуация была совершенно другая, можно для отдыха от темы, я тоже согласен с тобой. Александр много знает, этого узнавать очень приятно. Но не как мотив к тому, что вот сейчас мы все погибнем, если будет карантин. Нет, ну как бы мы здесь единомышленники, естественно, мы не говорим про это. Естественно, мы все-таки скажем, что должна сохраняться, вообще говоря, все-таки рыночная экономика. Да, плюс просто. Показать, что ее можно сохранить. Или кто-то из нас может покажет пример, что, а вот тут не сходятся концы с концами. Если вы так сделаете, то безработный будет получать больше, чем уборщица. Очень тонкое дело. Предлагаю, как домашнее задание, такое обсуждение оффлайн. Мы можем обсуждать друг с другом, рисовать таблички. И к следующему разу подготовиться. Хорошо. Хорошо. То есть не рассказывать про Германию. Ну, можно рассказать, как для исторического развлечения. Пусть это будет минут два. Но даже не как обоснование их интеллектуальной слабости. Потому что, я еще раз говорю, когда страна гибнет, может, внешние условия сложатся так, чтобы вынуждены просто от себя отрезать пусто. Кстати, у меня вопрос к Алексу. Он может ответить буквально одну минуту. Это правда, что большевики, ну, систему военного коммунизма списали, ну, заимствовали творчески у немцев, в смысле у Германии времен Первой мировой войны? Да. А вот это? На Ленина произвело очень большое впечатление. Вот то, что когда я проезжал про Германию тогда, вот, как это было организовано. И, в общем-то, он решил, что вот это как раз то, как нужно в тех условиях, в общем-то, организовать экономику. И, конечно, это правда, что авторами системы вот этой военной плановой экономики среди них было много евреев. Роза Люксембург и Клара Цепки? Нет, нет, Вальтер Ротенауна. Карл Лепнев, да, и у меня три имени, это те звания улиц в городе Винница, которые были популярны. Нет, пожалуй, кроме Ротенау, в общем-то, это самое, мало кто мог, мало кто в основном, нет, там евреев было очень мало в этом плане. А как они соотносились, простите, со школами пиетистов, с последователями пиетистов? Ох, как интересно, Арам, закрутил. А, с таким образом. Я могу остановить мои слайды, да, чтобы уже было интересно? Да, да, да. Нет, нет, ну я не. Нет, нет, я остановлюсь, стоп-шер, чтобы мы видели друг друга. Ну, на самом деле, если учесть, что для пиетизма, то есть, на что это превратилось, пиетизм, как он в итоге играл роль Германии, совершенно понятно, что если основное, это вот то, в какой степени ты лично живешь, как это для, как это идет на благо государства. Да. То есть, и в данном случае все жертвы, которые ты идешь, это, так сказать, это причается, вот ты, тем самым выполняешь этот долг. Ну, вот что там, слово какое использовалось? Отечество, государство, народ? Отечество, фатерленд. Фатерленд, да? Да, фатерленд, извиняюсь, извините. А, вот, да. А, понятие народ или кайзер и так далее, оно было вторичным? Да. Интересным, да. Нет, на первом месте без спорта фатерленд. И это у человека просто вот эти, это слово вызывало соответствие эмоции, эмоциональный настрой, и он готов был, ну, мы знаем, в разные эпохи. Вот, и Трумпельдор в какой-то момент сказал эту фразу, да? Ну, он имел, он как раз... На Арцейну, как раз за землю. На, на земле. При всем, при том, на земле я поправляю. Тофламут Беарцейн. Беарцейн. Но Баадарцейну? Нет, Беарцейн. Беарцейн. Он слышал эти слова, не очень хорошо знал эврит, и непонятно, что именно он говорил, впрочем до всяких анекдотических историй, но тем не менее, Беарцейн. Идея в том, что... Он нечего, что можно понять. Он был офицером, не офицером, а кем-то прапорщиком русской армии, воевал, прошел несколько войн российских. То есть идея была в том, что... Не в том, что он умирает за... И не в том, что он... А в том, что он наконец-то нашел дело, которое... Которое можно умереть на своей земле. В Израиле, собственно. Это идея. Ну, насколько я понимаю. То есть, как бы, у нас нет... Машины времени, чтобы послушать. То есть, я не думаю, чтобы это было... Потому что эта идея, она очень сильна, конечно, у всех... Ну, у еврейского народа действительно связана с Эрицей Иссвейль. С Эрицакудыш. Дело в том, что вообще Эриц Иссвейль меньше употреблялась, да? Или язык еврейский... Видимо, как раз тогда и началось... Эрицакудыш в Лошонах... Да, да. У сионистов это как раз... У сионистов, да. Я имею в виду до эпохи сионизма, да? Лошонаходыш и Эрицакудыш, да? Да. Ну да. Наверное. Лошонаходыш, да. Ну, а все-таки, по-моему, Эриц Иссраэль все-таки. Эриц Иссраэль? Да. Все-таки... Нет, поехал... Куда поехал? В Эрицакудыш. По-моему, даже в какой-то... Интересно... 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 Можно посмотреть... Мне говорили, что есть так называемый корпус языка иврит. Там можно... Помимо того, что есть словарь Клайна, да. Можно посмотреть, как бы, примерное время, когда началось употребление. Когда слово стало более-менее употребить. Ясно, что, то есть, это лучше работает на последние, там, 50 лет. Ну, интересный вопрос. Интересный вопрос. Действительно, я сейчас не могу ответить так быстро, когда стало употребляться Эриц Иссраэль или Эрицакудыш. Интересный вопрос. Не знаю... Не верю. Совершенно точно, что в произведениях каббалистов говорилось Эриц Иссраэль. Наверное, в народном иврите... Не знаю... В выдержке ашкенадском говорилось Эрицакудыш. Не знаю... Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я отмечу его, слушаю, позвольте. Видите, как вы перешли между темами. А вообще, тема еще общая. Между прочим, у нас еще один общий момент. Когда люди находятся на таком духовном подъеме, для них понятие Отечества или родной земли – это настоящее понятие, это не просто такая абстракция, оно живет в их душе. То они готовы действительно делиться и жертвовать собой. И вот эти коммунистические системы, они более живучи от того, что в Германии происходило, военный коммунизм, и что происходило в России. И вот эта система кибусной жизни в Израиле, она тоже с этим связана. Когда люди чувствовали, это очень искреннее чувство было, что вот он счастлив тем, что он делает что-то большее. Вот этот человек, он как бы больше живет в нем, ну, не больше или не больше, но в большой степени в нем живет, по сравнению с человеком таким индивидуальным, эгоистичным. Во время вмоин и так далее, это действительно поднимается. Раф Кук на эту тему многое говорит. Но тут одно «но», значит, что это, вообще говоря, все это может продаться только ограниченное количество времени для людей. Да, 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 это правда. Это правда. То есть, очень долго, и очень долго это, ну, максимум там, год, я думаю, что максимум несколько лет, год-два. Я думаю, что год. Нет, это эпоха, может, для цифров, но вот эпоха кибуса. Да, скорее даже год. Это эпоха, нет, это эпоха. Не забывайте, чем кончилось в этой самой, в той же Германии, когда, в принципе, эта армия заявила, что она не будет сразу за кайзера. Ну, хорошо. В общем, армия, именно генералы заявила. Я еще раз вам даю пример даже коммунизма в Советском Союзе, ну, социализма такого раннего, да, он длился, можно сказать, до смерти Сталина. И даже еще какое-то время после этого. Ну, извиняюсь, это, прошу прощения, это сколько лет? Это... Вот с 17-го года, до смерти Сталина, до начала 60-х годов, вот этот коммунистический романтизм, я бы сказал, он еще большую часть народа наполнял. Было, конечно, много скептиков среди интеллигентов. Я по этому поводу поспорю, да, у меня тоже, ну, как бы, пока не будем, я сейчас просто это совершенно другая тема. Тем более, что у меня была наброшена где-то статья про набросы, наверное, то есть не ее надо привести в порядок. Я, блин, это без раташе. Вот, белое кризисе, еще птичка. Если... То, что Александр начал недоопубликованные вещи ставить вот на наше обсуждение, может, оно даст стимул им выйти в... Хорошо, дай бог. Хорошо. А что, ну, дайте нам вкус, вы его победули, так скажите хоть о чем. Я пытаюсь, как бы, я там пытался сопоставить разные события мировой истории с ходом геулы, условно говоря, там, то есть последнее время я пытался... Можно камеру по эту сторону. Сейчас, одну минуту, так видно? Да, да, просто... Не-не, очень, очень хорошо бы в бог просто уходил. Нет, я отклонился сам. Нет, я хотел сопоставить разные... В том числе, то есть поэтому я, собственно, вспомнил, в том числе вот эту вспышку романтизма... То есть ее обычно связывают с 20-м съездом, со смертью Сталина, да, то есть вспышка советского романтизма. Да? Дети 20-го съезда. То есть освобождение в Советском Союзе. Я пытаюсь... Я пытаюсь... Нет, я как раз пытаюсь это опровергнуть. Как я сказал, Горбачев, социализм с человеческим лицом. Ну да, если... Первая попытка. Если можно предположить, что у кого-то может быть человеческое лицо, а все остальное нечеловеческое, да, да, это... Нет, я пытаюсь просто... Что это... Скажем... Я не доформулировал это, но то есть как бы предварительная формулировка, что развитие, собирание, то есть как бы необходимый этап Геулы Израиля, он в духовном плане приводил ко... Незаметно приводил ко всяким изменениям в мире, в большом мире. Это красиво, это красиво. Ну, то есть это то, что Раф Шварц пытался в этой... Про интернет... Тьфу! Про компьютеры созданы в год создания Израиля, а я добавил ему тогда, он, к сожалению, не... Я два раза ему говорил, что... И до этого мы с ним беседовали по этому теме, что интернет, вот этот первый проект Арпак, что ли, который заложил идею проекта интернета, он возник в 67-м году. Ну, да, тоже сразу... Ага, да, Арпак, вот это вот? Да, я не помню, я какой-то из... Ну, вот тот один из важных этапов развития интернета, проектирования интернета, идеи интернета. То ли Аллона, то ли что-то такие... Я не помню, я присылал, я даже нашел какую-то американскую достаточно серьезную книгу про развитие интернета, и там я присылал на... Не уверен, что я сохранил, но... Как бы... К этой теме еще, если я... Можно приват... А, извините, Арман, в середине фраз. Нет, я просто... Вот так же, как Раф Шварц делает, ну, как бы развитие мировых коммуникаций, супермозга фактически, да? Это всемирного мозга, единого мозга. Ну, да. Объявляющего всех людей. Вот точно так же я пытаюсь не на технологическом уровне, а на историческом уровне, что всякие исторические события, они были связаны с шагами Израиля по пути... По пути Геолы, вот, скажем. Тезис, если прогнозить вашу мысль, вот, что победа Израиля в шестидневной войне в 67-м году развалила Советский Союз. Ээээ... Скорее... Ээээ... Нет. Все-таки я бы не стал это... Нет... А восставать вам? Ну, твой взгляд, конечно. Ну, да, потому что все-таки это самое... Смотрите, евреи, он спорит, еще не высказан... Губерман все-таки был прав. Я еще мысль не успел высказать, только тезис. Евреи, он спорит с еще не высказанной мыслью. В 67-м году что произошло? Евреи, кстати, начали... Начали оттесняться от руководства в Советском Союзе, еще начиная с зарождения Израиля. Первый этап был. Тогда... Совершенно верно. Сталин воспринял то, что... Я до сих пор думаю, что... Сталин поругался с Бен-Гурионом и Гейсеров от всего руководства. Известно, что в войну, например, директора всех военных заводов были евреи. И они сделали военную... Значит, первое оттеснение... Сейчас это самое... Первое оттеснение произошло... Связано с возникновением, с созданием государства Израиль. А вторая волна, когда из научно-технической области высшей стали оттеснять евреев... Допустим, МГУ был сверх такой школы вплоть до 67-го года включительно. Допустим, ученых, которые поступили в МГУ после 67-го года. Мы с кем-то пытались искать и смогли найти. Среди людей, которые до 67-го года в МГУ поступили. Ну, это плеяда Явченко. В каком году Арнольд поступил в МГУ на МГУ? По-моему, все-таки после... Я не оспариваю тезис, мне просто... Я боюсь, вы не найдете. Просто отсекли евреев. Там, может, еще один год, но после 68-го уже все. Может быть, может быть. Там полностью отсекли евреев. Ярких ученых после этого нет. Ну, я учился в МГУ, но мне сказали, что... Ну, Мехмат уже было ясно, что не пустят. То есть, ну, как бы... А ВМК, который Тихонов основал, если вы помните такого... Вот скажите, какого яркого ученого вы знаете, выпускника ВМК, который поступил после 67-го года? Не знаю, ВМК создан в 70-м каком-то году. Ну, вот я не знаю, когда создан. Назовете ли вы яркого крупного мирового ученого? Нет. Ну, после 67-го года много ярких ученых. Короче говоря, это только один пример. Я даже не стану на МГУ все обсуждение отправить. То, что к концу 70-х стало пик такой энергии советской системы, это начало 70-х годов. К концу 70-х оно стало явно увядать. И это ровно тот период, когда евреев со всех активных позиций оттеснили. Вот вам, каким образом Израиль привел к распаду. Слишком, понимаешь, принято, я понял. Я понял, в общем, тут в данном случае можно много чего сказать, но все-таки я бы не стал слишком на это упирать. Тем более, что, так сказать, производство, так сказать, гениев, ученых-гениев при функционировании страны, в общем-то... Я не сказал ученых-гениев, это... Подождите, у кого шум, кому-то я должен бьют сделать. Хотя ладно, не буду никого. Все, что я участвую. Александр, это только как один из примеров. Евреи, еще раз, были оттеснены от руководства страны на всех уровнях. Да, но это вовсе не означает, что страна должна это самая... Понимаете, я могу сказать... Это не означает, но так совпало. И так совпало не только в Советском Союзе, но мы знаем и в других странах, которые от евреев избавлялись, так случайно совпадало. Я не... Я о чем делаю? Я, на самом деле, тоже в свое время придерживался этой точки зрения, пока не стал немножко изучать более глубоко историю. Чаще называют пример Испании, но забывают, что такое представляла Испания во второй половине 15 века, и что она стала через 100 лет. Как раз тогда она поднялась из, в общем-то, так сказать, нескольких разрозненных королев, которые были объектом, 10 других стран до мировой державы, как раз после изгнания, если так смотреть. Но поэтому я стал... Другие эпизоды я тоже стал просматривать именно под этим углом, и, в общем-то, могу сказать одно. Это... Ну, как говорится, мы можем, как говорится, полемизировать в этом отношении. Я... Я хотел полемизировать, потому что Испания приводит наиболее часто... Ну да, давайте... Испания, это как один из примеров, поскольку я... Да, это чаще всего один из примеров, но он как раз не работает. Специалист, Аарон специалист, мы оставим ваше мнение, так как вы его высказали, но я вам пример из 20 века приведу. Что две самые сильные державы Была Америка и Советский Союз. Это страны, в которых жило большинство евреев мира в ту эпоху. И причем Америка стала доминировать постепенно после того, как евреи Российской империи и другие переместились туда в начале 20 века. Потом евреи... Как-то так случайно совпало. Евреи покинули Советский Союз, и мы видим примерно, что с ним происходит. Они очень надеются, что какую-то часть смогут... А Аарон как раз изучает углубленно. Я немножко его... То, что с Голландией происходило тот расцвет, когда еврейские активы туда перейдут. В смысле? Тогда возникает вопрос в той же Голландии, а почему дальше прошел ее упадок? Подождите. Да. Потому что евреи переехали в Англию. Они не переехали там. Ну, и получили разрешение. В основном, все-таки, это самое... Я читал историю английского и евреевский, большинство у них не из... Конечно, кто-то переехал, но если там кто-то переехает из Голландии в Англию, не считай, что Голландия должна перестать быть... В общем-то... Все сложнее. Нет, нет. Я прошу прощения, просто... Разрешите... Больше цепочкой... Хотя бы эту... Цепочкой мотивировать. Вы мотивируйте свои какие-то стороны. Вы свои. Это независимо и не нужно. Все-таки все нужно смотреть на нас. Подожди, человек. Я не знаю, что... Давайте не будем настаивать так на тезисе плодости. Мы оставим две линии открытых. Кстати, вот мы должны учиться у Талмуда, да? Он от линии рассуждения долгое время держится открытыми обе, да? Или больше чем две. А потом только начинает их соединять и выяснять... И то не до конца. Вот. Поэтому я... У меня достаточно я могу привести... Я могу привести огромное количество контрпримеров. Ну да, но у нас еще есть... Нам не даете высказать. Вот. Я прошу. А как раз позитивных примеров, они очень такие самые. Хорошо. Так мы вот сейчас занимаемся тем, что мы высказываем примеры со всех сторон. Я прошу прощения. Я хочу уточнить. Все чуть-чуть сложнее. Ведь речь идет не о физическом местонахождении евреев. Речь идет о ходе очень сложного процесса, который мы согласились называть геолой. И для этого совершенно... Скажем так, в какой-то момент времени был важен подъем Испании. Вы имеете в виду подъем Испании. И в этот же момент времени было важно, чтобы испанская экономика наполнилась дешевым золотом и серебром, которое потом распределилось по всей Европе, которая вызвала экономический рост Голландии, Англии, Франции. Примерно такой процесс. Причем в то же время происходил... Высказывайте, с которыми я буду с ними спорить. Насчет золи золота. Я тоже могу сказать. Источник богатства. Источник инфляции больше, чем источник богатства. Нет. Это вообще как один из примеров. Я лишь говорю, что процесс сложнее. Он требует... Да, да, да. Он требует, по крайней мере, введения нескольких факторов. Очень важно. И они не связаны с экономическим богосостоянием евреистов. Просто, ну как геола, она и есть геола. Иногда важно, чтобы евреи были беднее. Иногда важнее, чтобы какая-то часть евреев переехала в землю Израиля. Не все, а часть какая-то переехала в землю Израиля. Иногда важно, чтобы часть евреев развивалась в этапе. Где-то в Венеции. Парк. Парк. Аарон, у вас какие-то андры, звуки на фоне? Я не... у меня вроде бы все нормально. Александр, это у вас? У меня, у меня ничего нет. А у вас... Неужели у меня... Может, у меня в компьютере что-то? Я прошу прощения, 10-20. Надо Аарона отпускать. Аарон, напомните мне только одно. Вот эта книжка, которую, по-моему, вы мне показали, когда... Когда автор показывает, что когда евреи там перемещались, по-моему, в средние века из Италии в сторону Голландии, как переместилось богатство этих стран? Это не я показал. Это в одной из книжек, которую мы с вами оба открывали. Кто ее принес, я не помню. Мне кажется, что вы. Но если или в статье, или в книжке, или в статье... Ну, что вы знаете, что если евреи переместились, вынеслись богатством, как раз... Нет, не богатство. Как раз он говорил мне о том... Понимаете, иногда у евреев есть недооценка еврейского гения в экономике. То есть способности организовывать сложные экономические системы. Это действительно очень... Ну, то, что были экономические связи большие у евреев, они жили в разных странах. Были талантливые люди, которые могли организовать вот эту экономическую жизнь сложной системой. Это действительно исторический фактор. Можно попробовать на него? Мне кажется, Аарон, это в одной из книг, которые мы с вами вместе обаим. Я на самом деле не читал там, что как евреи, ну, в основном они, да, это, конечно, была организация, потому что действительно способность. Действительно потому, что они в некоторых странах земномлодии, это более высокий уровень организации. Чем они евреи, в общем-то, так сказать, выделялись, почему евреи, которые предпочитали в качестве контракторов, часто они давали самые дешевые поставки. Да. Сама по себе, то есть, как бы, Испания 13-14, наверное, веков. Даже 15-го века, это была... 15-го века. Там просто было действительно, как бы, пересечение двух миров, и там действительно на этом стыке развивалось очень многое. И евреи после выселения действительно принесли многие умения и профессии в Европу. Вот. Испанские евреи, выселенные евреи. Да. Во Францию, например. В том числе и создание оружия, да, и цифр. Кстати, я не помню, кто был более перед... Где были более передовые технологии? В Испании, наверное, все-таки, не в Италии. А мы все-таки самые были это в Италии. Италия была страна, в которой самое высокое развитие. Оружейники, условно говоря. Оружейники, это итальянские. Милан, например, это с Агра со своими. Вот. Откуда это в Милане все вовсе? Ну, общее развитие, скажем так. Вот. Но Испания была достаточно неплохо развита в этом плане. Конечно, не сравнится это самое с тем, что было на тот момент, скажем, в Англии. В Германии ты уже довольно сильно уступала. Да-да, я помню. Вайвенго, там этот Робин Гуд, говорит, если бы у него был английский панцирь, я бы давно его продырявил. Поскольку панцирь испанский, то есть отбивая, ну, стрела не может его пробить. Да. Все-таки был период, да, если центр такого прогресса из Италии переместился в Северную Европу. Это сложный процесс, в общем. Я говорю, какая эпоха? Да, извините. Это как раз 16-17 века. Вот мы с Аароном, вот Аарон не помнит, а я помню, что мы открывали книгу, в которой я это описывал. Книга старая, книга, не знаю, там, 19 века, что-то в таком духе. Аарон, неужели? У меня только одного. Я буду искать нашу переписку. Когда вы сидели в университете, мы с вами обсуждали. А, я помню. Сейчас я постараюсь вспомнить. Я постараюсь. Когда я сидел в университете. И меня это, кстати, тоже вопрос крайне интересовал всегда. Он написал, что это эпоха. Это очень интересная книга. Девятнадцатый век, действительно. Сейчас я попробую. Я попробую вспомнить. Хорошо. Я понял, где искать. Может быть, даже я сохранил. Хорошо. Ладно, я не буду сейчас искать, но я понял, о чем идет. Я буду выгонять. Аарона, как Рава Шварца, там есть один ученик, который выгоняет его. Да, да. Я буду выгонять Аарона, чтобы он сохранял свою энергию на следующей встрече. Хорошо. Следующая встреча у нас с Йом Решо? Да, Йом Решо. И просто там надо посмотреть. У нас когда-то шабафф? Йом Хамиши, да? По-моему, Хамиши, да. Следующие. То есть, соответственно, в Рвине не будет встречи. То есть, надо постараться уложить. Я все перепутал. Я просто все перепутал. А когда у меня экзамен... А, у меня экзамен у студентов. Я надеюсь, что он успеет закончить. Если нет... Кстати, вот то, что я говорил, Александр, если в какой-то момент у троих не получается, иногда диалоги вдвоем. Я вот... У меня есть подозрение, что я немножко забиваю, что если Аарон с Александром бы встретились вдвоем, я бы потом с удовольствием на YouTube и посмотрел бы запись. Я с удовольствием. Хорошо. Я с удовольствием. Хорошо. Могут нести там, могут, а на счет, ума, это самое. Нет. Хорошо. У меня еще вопросы. У меня есть еще один хроматериал, кстати, на русском языке. Ну, грубо говоря, именно про Германию. Там более поздний период описывается, именно развитие Германии. Вот с конца 19 века, точнее, с объединения, и вот, 1870 год, до 90-х годов нашего века. Если кому-то, вот интересно или нет, там тоже очень интересный подход. И очень много совершенно неожиданных фактов. Ну, интересно. Вам надо будет потом повторить себе Аарона. Отпустите Аарона, отпустите. Он человек деликатный, но он уже свою энергию. Да, понятно. Мне на самом деле тоже уже по нужной идти. Прошу прощения. Мы вас уже вызвали, пока вас не было. Сейчас я что-то важное хотел вспомнить. Никак не могу. Ладно, забыл. Все, значит... Так, хорошо. Все. Все. Тогда... Да, все. Хорошо. Хорошо. Все. Все. Почему до вторника? Даем решенному? До воскресенья. До воскресенья, да. До воскресенья. До воскресенья. Хорошо. Все. Счастливо. Счастливо. Я тоже кончаю. Всего хорошего. Все. Счастливо. Все. Все.